Борьба за кресло камчатского губернатора набирает обороты. Некоторые кандидаты, по всей видимости, придерживаются мнения, что на войне все средства хороши и активно вставляют палки в колёса своим конкурентам. Так, накануне документы на регистрацию в Краевую избирательную комиссию подали ещё три кандидата на пост начальника Камчатки. Среди них Андрей Лиходедов, партия «Гражданская платформа», Дмитрий Бобровских от партии «Справедливая Россия» и Валерий Быков, партия КПРФ. Собрать необходимое количество подписей для некоторых кандидатов оказалось делом непростым. Мешали конкуренты. Собрали подписи в должном объёме. Не просто собрали. Явных препятствий со стороны административных структур я не заметил. Вместе с тем, разбросанность Камчатского края и отсутствие дорог налагает определённой сложности отпечаток. Был неприятно удивлён тем, что палки с колёса всё-таки пытались мне вставить. И никто иной, как, к сожалению, Быков Валерий, который, набрав уже муниципальный фильтр, всё равно проводил работу с районными депутатами, вводя их в заблуждение, чтобы не дали мне подписи. Однако мы это преодолели сопротивление и прошли. Пакет документов собран. Я почти собрал все необходимые подписи, но не хватило часть голосов. Выяснилось, что часть голосов дублируется с кандидатом от КПРФ Валерием Быковым. Я понимаю, что меня не зарегистрируют в качестве кандидата в губернаторы, но иду до конца и подаю документы. Валерий Быков, в свою очередь, рвётся к власти, имея в своём послужном списке обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Надо отметить, что данный факт не является препятствием для регистрации в качестве кандидата на выборы. Пока нет приговора суда, этой причиной быть не может. До приговора суда действует презумпция невиновности в отношении всех граждан РФ. Напомним, что кандидатам необходимо было предоставить листы поддержки от муниципальных депутатов. Не менее 58 и не более 60. Причём депутаты должны представлять не менее 11 муниципальных районов и городских поселений Камчатки. Самовыдвиженцы обязаны также собрать около 5000 подписей жителей края. Действительно, очень активный сейчас идёт процесс сбора документов. Кандидаты каждый день приходят, сдают уже свой пакет, сдают те подписи, которые не собрали свою поддержку. На сегодняшний день уже шесть кандидатов представили свой пакет документов, которым необходим для регистрации. Свои документы на проверку также предоставили Максим Близнюков, представитель регионального отделения Всероссийской политпартии «Партия Роста», и Александр Остриков, председатель комитета Камчатского регионального отделения политпартии «Патриоты России». В Рио губернатора Камчатки Владимир Солодов передал в избирком необходимые подписи ещё 19 июля. И 23 июля был зарегистрирован как кандидат, пока он остаётся единственным претендентом, подтвердившим полноту и подлинность предоставленных документов. У рабочей группы избирательной комиссии края есть 10 дней на то, чтобы принять решение либо о регистрации, либо об отказе в регистрации. В случае, если кандидаты будут зарегистрированы, то их фамилии включат в бюллетень для голосования. Выборы пройдут 13 сентября этого года.